Кремлёвский централ Она до сих пор актуальна, это очень актуальная книга Она называется «Замурованная» В 2009 году была издана Там очень подробности, кто интересуется Иван Миронов был арестован по обвинению в участии в покушении на Анатолича Байса в 2006 году В 2010 оправдан Сейчас адвокат Так вот, Кремлёвский централ хорошо известен адвокатом Навального Потому что там, собственно, держали самого Алексея Навального, когда он был в Москве, я напомню Поэтому Это знак, конечно Это знак особого внимания к этому делу И не только ФСБ Ну, недаром называется этот централ Кремлёвский Но, собственно, и Кремля Вот три адвоката Липцер, Сергунин и Кобзев очень интересуют Кремль И надо понимать, что будут контролироваться все их... Любое их телодвижение Там нет никаких запретов Ну, в смысле, нет никаких запретов Имеется в виду, что туда невозможно передать мобильный телефон Это полностью, действительно, замурованный, отрезанный от мира централ Где нет межкамерной связи А это есть в любых московских СИЗОК, кроме радиуса Толефортова Там нет, не передают запрещенные предметы Там очень трудно коммуницировать И здесь содержатся именно, так сказать, особые, особо интересные Путину люди Ну, например, там содержались в своевремя Ходорковский и Платон Лебедев Там, например, содержался долгое время Владимир Кумарин Барсуков Ночной, губернатор Петербурга Ну, то есть, такой вот давний враг Владимира Путина Который получил пожизненное В общем, такое очень специальное место Вы говорите, что там содержатся особо интересные Путину люди Но как этот интерес проявляется? Путин вряд ли приходит лично, не стучит по дверям этих камер Хотя мы видели Лукашенко в свое время Почему не увидеть Путина в какой-то момент? Ну, вот смотрите Вот таких вот специальных централов в Москве два Вот это называется 9.9.1 Он такой отдельный, специальный Контролируется ФСБ Собственно, тюрьма ФСБ И есть Лефортово Тоже такая тюрьма ФСБ Но, например, в Лефортово там сидят украинцы Которые так или иначе обвиняются сейчас российскими властями Там в терроризме, в экстремизме В основном в терроризме Там содержится, например, Михаил Абызов Там содержался Иван Сафронов И до сих пор там сидит проходящий по его делу Димурий Воронин Вот буквально вчера от него получили письмо волонтеры То есть здесь такие вот изменники родины Это всегда традиционно содержание с Лефортово А вот там действительно то, что политически интересует Кремль И вот здесь можно не сомневаться Что к этому делу приставлен какой-то человек из администрации президента Который, собственно, будет курировать это ежедневно и ежечасно Как там адвокаты Навального Здесь другое Почему? Ну, потому что Навальный И я думаю еще, знаете, что это реакция Это реакция на все, что связано с выборами Я напомню, что в ЕПКТ Алексея Навального Совершенно внезапно, да, упекли Буквально в день вступления приговора его суда в силу Тогда, когда он первый раз выступил на тему выборов И тут же последовало ЕПКТ Дальше арест адвокатов И вчера и позавчера мы с вами все обсуждали Новое анкетирование Алексея Навального Его взгляд на выборы, продолжающийся И нас всех это очень сильно заняло И даже я как-то изменила свои точки зрения по поводу участия в выборах Это было очень интересно И я думаю, что он пытаться будет продолжать Это ответ на это А вот теперь мы этих адвокатов переводим в Централ И посмотрим, что будут делать другие адвокаты Что будет делать замечательный адвокат Грифцов Которых, я понимаю, защищает Алексея Липцера и Вадима Кобзева И появился новый адвокат в деле Алексея Навального Который к нему приезжает в Мелихова Это сигнал прежде всего им Прежде всего им, что никаких больше Никаких больше писем от Алексея Навального Но я уверена, что он найдет способ Я бы хотела вернуться все-таки еще раз к Кремлевскому Централу Сразу прошу прощения за очень такие наивные и, может быть, простоватые вопросы Но опять же Тут многие спрашивают вещи типа А что такое межкамерная связь? Лекции нужны? Поэтому, да, в терминах так сказать Ну вообще и этот вопрос справедливый Я думаю, что Ольга нам сейчас уточнит А второе Там какие-то особые следователи Там какой-то особый распорядок Там как-то по-особому разговаривают с заключенными Возвращаясь к тому, что это в первую очередь интерес политический для Владимира Что получают там, так называемые правоохранительные органы И не получают в других местах Ну давайте так В Москве 8 СИЗО Капотня, Семерка Туда с самого начала собирают всех, кого арестовывают по суду Это случилось еще во времена карантина ковидного Там держали от двух недель до месяца А потом распределяли по другим московским СИЗО Сейчас он примерно такие же функции исполняет Но, тем не менее, адвокаты Навального Были с самого начала помещены Тоже в обычное СИЗО Номер 4 СИЗО Медведь Соответственно, Медведкова Это самое обычное СИЗО Такое же, как Бутырка Такое же, как Матросская Тишина 77-1 Не путать с 99-1 У них одинаковый адрес Но это совсем разные централы Такое же, как Водник, например СИЗО номер 5 Что там происходит? Там происходит обычная всиновская коррупция Ну, например, несколько лет назад Ну, до войны еще В соседнем СИЗО Матросская Тишина Не, вот нигде Клёвский централ 99-1 А рядом, 77-1 Там, например, был накрыт большой Большой здоровенный колл-центр Да, вот это вот Служба безопасности Сбербанка Все это существовало Оборудование было извинено Все такое Это все существовало под крышей Непосредственно СИЗО И даже, например, эту спецоперацию По ликвидации вот этого большого колл-центра Проводила ФСБ совместно С Службой безопасности Собственно настоящего Сбербанка Но потому что их достало А в СИД они не привлекали Потому что они в доле Естественно Потому что они же это все и приносили Что называется Ноги Так называемые ноги Они проносят в камеры За деньги Мобильные телефоны Это сотрудники Московских СИЗО У которых маленькая зарплата Ипотека И вообще у них лапки Ну, коррупция есть коррупция ПСИН Совершенно закрытое ведомство Поэтому там возможно все Возможно пронос В общем, чего угодно Межкамерная связь Это Плетутся по ночам Обычно из этих вот Таких вот сумок Клечатых Китайских Таких вот, знаете Для передачи Или из свитеров Или из чего угодно Плетется так называемый Конь Который перебрасывается Из окна в окно Из решетки в решетку И по этой Межкамерной связи По этим веревкам Передаются Передаются насущные Те же самые Телефоны Или сигареты Там Или все что угодно Записки, естественно Еще есть Межкамерная связь Через так называемые Кабуры Это Заложенные камнями Такие дырочки в стенах В общем, там все что угодно Межкамерная связь Тоже все знают Что она есть Но Никто особо внимания На это не обращает Ну да, там шмон Отберут у тебя Там этого коня Ну вечером ты еще одного Сплетешь Что-то называется конь По этому самому коню Межкамерной связи Ходят малявы Например Например, там вот Разнообразные указивки Там воров за кони Кого на этот раз Мы считаем По-моему, у вас нельзя Это слово говорить Кого мы считаем Сегодня Женщиной с низкой Социальной ответственностью Поскольку Этот человек Например, крысятничает у товарищей Например Ну вот такое Хотел личный вопрос задать Если что-то мешает Не отвечаю Я видел, ты уже комментируешь В социальных сетях Значит Норм Бывший муж Твой Бывший муж Ольги Романовой Бизнесмен Алексей Козлов Подал в суд Гамбурга На журналистов Андрея Солдатова Ирина Бараган Все знакомые лица Вообще Из-за их книги Она в российском варианте Называется Свои среди чужих Компатриотс В английском Где описывались отношения Козлова со спецслужбами Книга вышла Четыре года назад Есть у тебя комментарии По этому поводу? Вы знаете Я Андрея Солдатова Ирина Бараган Знаю 30 лет Со времен Нашей совместной работы В газете Сегодня Их блистательная Репутация Блистательная Журналистов Расследователей Международного класса Авторов Очень-очень Многих книг Еще никем Не была Подвергнута Сомнению И Собственно Козлова Я тоже знаю И поскольку Естественно Мы сейчас на связи Для меня Это очень большая Неожиданность И Это очень странная История Поскольку Ну да И у Рида Бараган И У Андрея Солдатова У них Сохранились И записи Разговоров И Естественно Естественно Все это Да и собственно И я есть на белом свете Которая готова Подтвердить их Правоту Поэтому Я просто сейчас Им отдаю Средства Которые остались у меня И я думаю Что Этот Очень странный Очень странный Скандал Никак не затронет Их Безупречную Репутацию 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 Репутацию